Привет! Это 19 выпуск разбора полетов и с вами по-прежнему я, небесно пафосный Андрей Га. Все началось с одного вопроса в комментах на ютубе. Помните, я рассказывал историю, как меня снес грузовик на Ялтинской трассе? Было это больше 10 лет назад. Опуская все ненужные детали, переходим к сути. Я обогнал грузовик и, как мне казалось, встал на обочину и остановился. Но я был очень сонный и понимание того, что происходит вокруг, было на уровне умственно отсталого. Я остановился посреди правой полосы и грузовик на полной скорости меня снес. Потом, чтобы не раздавить меня кувыркающегося перед ним, водитель грузовика свернул на обочину и снес столб. Так вот, коммент в вопросах звучал следующим образом. Гав, а скажи честно, ведь грузовик признали виноватым? Он же тебе в жопу въехал? Он в итоге за все заплатил. Ты же говоришь, что всегда и во всем виноват сам мотоциклист. А сам, получается, съехал, как только представилась возможность. И тут у меня бомбануло. Что за чушь? Как такое вообще могло в голову прийти? И тут вдруг меня начинает потихоньку осенять мысль. Блин, да мне и тогда все вокруг типа друзья говорили и советовали. Затягивай, обещай, выплачивай по копейке. Но я все пропускал мимо ушей, так как моя вина была для меня очевидна. И я должен купить этот столб и оплатить ремонт Зилу. А как еще иначе? Но я не понял тогда главного. И вот на днях я в своем инстаграме выкладываю два ДТП. А я в своем инстаграме часто разбираю ДТП. ДТП. ДТП с таким очевидным долбоклювством, с таким ярким и неоспоримым, что у меня даже мыслей не было, что из лояльной аудитории, подписанной на меня в инстаграме, найдется достаточно много тех, кто начнет и защищать, и оправдывать этих еб***ей. Я был в а**, серьезно. Почти два десятка разборов полетов. Столько было всего показано, сказано. А в итоге я выкладываю в инсте аварию, которой ярчайший пример даже не долбоклюв, а долбоклюв, которому логика и причинно-следственные связи жмут на мочевой пузырь. И бля, находится уйма народа, которые пишут. Но тут неоднозначная ситуация. Он же никем не рисковал. Ой, просто гав хайпит на любом ДТП. Все равно он молодец, хорошо сгруппировался. Зря ты на него гонишь. Он допустил маленькую ошибку. Вы это б***ь серьезно или просто прикалываетесь? Если первое, то у меня для вас б***ь какие плохие новости. С таким мышлением вы рано или поздно станете смешно хрустящим фаршем. И тут я понял. Я понял то, что не осознал тогда, на Ялтинской трассе. Никому не нужна справедливость. Точнее, никому не нужна справедливость по отношению к своим собственным ошибкам. Все хотят справедливости в общем, где-то там, к другим. Но вдруг сам ошибусь? Будьте добры мне индульгенцию. Попадая в переплет и явно осознавая свою неправоту, почти каждый будет со стервенением пытаться доказать свою правоту. Находя миллионы причин и отмазок. Как истеричная и неуравновешенная сучка. И даже когда фактами, которые ты всячески будешь пытаться скрывать, тебя прижмут к стене, ты все равно будешь скулить о своей невинности и гребанной святости. И выкладывать подобные видосики. А я думал ты прикалываешься. Не, я думал не успел или что. Я думал ты что ты делаешь, прикалываешься. Нет. Секс и виски, ее вселенная отличается кардинально. Все старое актуально. С мужчиной брутальным и сутки ночи. Странно как пара минут. Которых ты будешь всячески убеждать себя и окружающих, что это просто невинные шалости, что коробочники хотят тебя убить, а ты дитя, которая просто катилась на своем понтовинком Моццеле и никого не трогала. Но как-то раз произойдет вот это. Ты всего лишь ебал по трассе с телочкой, чтобы она была впечатлена, какой ты горячий гусар. И твой друг впереди вез еще одну цыпочку. Поэтому все должны нахуй уйти с дороги. Ведь вы профессиональные гонщики. Вы точно знаете, как обращаться с этим железным зверем между ног. Тем более ты вот-вот накупишь себе экшн-камеру, обвесишься ими и будешь снимать унылое говно, которое заходит школьникам, потому что скорость и телочки всегда заходят школьникам. А, ну и ник себе придумаешь. Такой оригинальный, брутальный, например, райдер или райд в самый раз. Стрит райдер, айк райдер, гет райдер. В общем, что-то уникальное и не как у всех. И вот пока ты в предвкушении славы, лайков и любви тринадцатилетних девочек и мальчиков, ебан по трассе вслед за своим крутым корешем, нога твоей пассажирки соскальзывает, попадает на колесо. Тебя начинает кидать из стороны в стороны, и в итоге ты падаешь. А твоя пассажирка с оторванной ногой улетает навстречу, где попадает под машину, но выживает. Прикинь, каковой ей в этот момент лежать посреди несущихся машин и от твоей приближающейся славы. Жаль, только она ног не чувствует. Она лежит там, и ей кажется, что это страшный сон, что вот-вот она откроет глаза и проснется, что такое просто не может с ней произойти. И тут вторая машина размазывает ее по асфальту. Нет больше у нее ни мыслей, ни страхов, ни переживаний. И больше не волнует ее твоя популярность. Что там с тобой произошло? Мне посрать. Мне посрать на тебя. Ты и твое окружение уже придумали тебе кучу отмазок. Да и вообще, ты же ничего особо не нарушил. Формулировка для умственно отсталых. Особо не нарушил. Я ее постоянно слышу от долбоклювов. Твое почти ничего не нарушил. Оборвало жизнь. Ты это понимаешь? Ты ее убил. А каково водителю машины из-за тебя пережившему такое? Ты его руками совершил это преступление. Ты сейчас думаешь лишь об одном. Как бы не сломали жизнь тебе. И ты тогда точно не сможешь стать популярным мотоблогером. И я не верю в раскаяние у таких как ты. Вам жаль только того, что у вас могут забрать возможность шалить. Теперь я обращаюсь к мамам и папам. С детства объясняйте своим дочкам, что садиться к незнакомым дядям в машины нельзя. А на мотоциклы даже к знакомым. Только после собеседования у Гава. Пусть эти мачо на понтовеньких моцелях вымрут как вид на допах. Ну а сыновей своих приучайте к ответственности и справедливости. Сделай уже сегодня мир будущего справедливее и безопаснее. А на сегодня все. Берегите жизнь и здоровье свои и тех, кто кажется рядом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова